Американская компания Pfizer и ее немецкий партнер BioNTech заявили, что ревакцинация их препаратом от коронавируса должна стать эффективной защитой и от нового варианта омикрона. Предварительные данные показывают, третья доза вакцины нейтрализует штамм омикрон до уровней, сравнимых с показателями, наблюдаемыми после двух доз, введенных для борьбы с другими вариантами. Об этом говорится в пресс-релизе, обнародованном после проведения ряда исследований. Идущие по всему миру широкие бустерные компании с нынешней версией нашей вакцины смогли бы помочь лучше защитить людей и пережить этот зимний период. Вместе с нашим партнером Pfizer мы продолжаем разработку специфической вакцины против омикрона, которую мы недавно начали на случай, если она понадобится. Сообщается, что получить вакцину от омикрона компании смогут в марте будущего года. Тем временем в ООН в очередной раз обратили внимание на все чаще звучащие призывы ввести обязательную вакцинацию. По мнению Верховного комиссара ООН по правам человека, прибегать к этой опции стоит только, когда все другие принятые меры не позволили достичь поставленных целей в сфере общественного здравоохранения. Принудительная вакцинация недопустима ни при каких обстоятельствах. Даже если отказ человека от соблюдения политики обязательной вакцинации может повлечь за собой другие правовые последствия, включая, например, соответствующие штрафы. Последние должны быть сразмерными и подлежать пересмотру судебными органами. В свою очередь в ВОЗ заявили, что штамм омикрон с его большим числом мутаций может оказать серьезное влияние на ход пандемии. Каким именно оно будет? На этот вопрос ученым еще предстоит ответить, в частности оценив серьезность течения ковида, вызванного омикроном. Этот штамм коронавируса уже выявлен почти в 60 странах мира. Продолжение следует...